Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале. С вами Ольга и Сафар. Но это то же самое, что и Ольга Уралочка Лайф. Обсудим очередную прогулку по нашему саду, по Уральскому саду. Значит, Уралочка, да, в приветствии говорит, что многим понравились наши прогулки, просили ещё прогулок. Поэтому решили, да, снова прогуляться. Ну, снимать своего-то нечего уже, то хоть чужое поснимаем, да. Пока Олюшка нам толкала речь, Сафарка бедненький так на неё смотрел таким взглядом. Ну, а чё, Сафар, ну, больше гулять же негде, да. Негде, только и остаётся, что гулять по дачам. Потому что, ну, в Питер как-то вот, да, мечту ты не хочешь исполнить Олюшкину, а по Ревде чё-то вам уже и не гуляется. Остаётся только ходить по улицам до дач и показывать чужие домики, потому что, ну, как такового своего у вас показать нечего. И, собственно, похвастаться тоже нечем. Приходится, приходится ходить и снимать чужие дачи. Мне вот только интересно, а в курсе ли хозяева дач, что вы снимаете их домики? Вот, ребят, правда, я, допустим, была бы против, чтобы кто-то ходил с камерой и снимал, слушайте, мой дом. Своё снимайте на всеобщее обозрение, а не чужие дачи они ходят и снимают. И вообще, я считаю, что это не очень такая себе идея, да, потому что ходить, снимать, да, показывать, у кого какой дом, мало ли там ещё что-то кому-то приглянётся. Ну, согласитесь. Дальше Уралочка остановилась возле куста с черёмухой красной и начала там рассказывать, что вот её не собирают почти никто, да, и надо вот сорвать по дороге, чтобы было что поесть. Сафарчик говорит, я пробовал её, она что-то какая-то не очень вяжет. Да, говорит, бывает и вяжет, говорит, но я её люблю. И за кадром Сафар заржал, потому что понимает, что нет ничего такого, да, чтобы Олюшка не любила. Всё, что съедобное, она всё любит и ей всё нравится. Дальше показали нам пластиковые трубы, помененные, слышали? Именно помененные, как будто кого-то интересует, какие там у них трубы, слушайте. Это уже вообще трындец, ребят. Ну, и кусочек ещё не пластиковый показали. Идут, значит, рассказывают про счётчики, сколько света у них нагорело. И, значит, Уралка запихивает в себя ягоды и отдаёт указ Сафарчику, чтобы близко не снимал, потому что видно, какая Олюшка, да. Она уже сама прекрасно выучила, как её нужно снимать, да, как её нужно сжимать, чтобы в конце концов сделать дюймовочкой. И, ребят, знаете чё? Я настолько привыкла уже смотреть Уралочку на двойке, что когда включаю даже на 1,5, то мне сразу кажется, что она какая-то заторможенная. Ну, а если на нормальную скорость, это просто, ребят, невозможно смотреть. Просто невозможно. И, ребят, я ещё заметила, что Уралочка через слово «ага» говорит. Это для чего? Слушайте, мне кажется, она раньше так не говорила. Или говорила, а я только сейчас всё это дело начала замечать. Наверное, решила повторять за мной. Проходили, значит, мимо красной рябины. Уралочка и рябину показала, и я думаю, ну всё, сейчас эту гроздь сорвёт и начнёт трескать и рябину. Ну нет, ну нет, рябина, походу, не нравится Уралочке. Ходят, слушайте, снимают дома чужие, чужой транспорт, машины, номера засвечивают. Вот, знаете, вот нечего делать. Вот просто нечего делать. Вот бы спросить и правда у товарищества, позволяли ли они, блохерши, великой блохерши, ходить и снимать их дома, их участки, их машины. А то, смотрю, много стали брать на себя эти уральские блогеры. И дальше, ребят, идёт и рассказывает, да, что вот так вот красиво домики обделывают, да. Олюшка, тебе уже говорили про обделывают. Ну, она же нам сказала, что она всё прекрасно знает, всё прекрасно знает, как правильно говорить. Но опять получается путаница. Ну, а дальше, ребят, самое смешное, дошли, значит, до пруда, там, значит, это ворота, калитка, и Уралочка решила туда не идти. Да, побоялась, побоялась, что если вдруг чё, да, её не подымет и кран. Ну, вернее, придётся вызывать кран. Ну, а дальше уже Сафарчик нам показывал один, да, в достопримечательности дач, трубы и всяко прочие. Ну, и дальше уже съёмки снова с Уралочкой. Опять идут мимо домиков, восхищаются. Ну, конечно, у вас же такого нет. Но я понимаю, вы делаете всё. Вы всё делаете, чтобы у вас тоже был, походу, такой домик. Прям-таки второй канал открыли и уже монетизацию врубили. Кстати, вы заметили, как Сафарчик боится собак, да? Видимо, были какие-то, да, уже проблемы с собаками. Ну, я хочу сказать вам, что собаки лают, да, когда чувствуют. Вот и чувствуют, что за человечек Сафарка. Значит, дошли до перекрёстка, Уралочка вся измоталась, вся вымоталась, устала пока шла. Всего лишь одну улицу прошла, а уже всё, вся запыхалась. Ну, говорит, это ещё не всё. Да, представляете, нас ещё ждут видео. И не одно, потому что ещё не все дачи просмотрели, не все Уралочка показала. Вот и зачем нам такие видеоролики, ребят? Ну, а возгласы? Ай-яй-яй, какое шикарное видео! Как приятно было походить с вами, посмотреть. Чё посмотреть? Вот чё полезного показали? Как Уралочка поела ягод и как она устала, потому что по щебёнке прошлась? Или чё интересного мы, ребят, увидели? Ну, единственный старинный сундук, что я увидела, я такие вещи люблю. И всего лишь! Ну, а в конце, конечно же, я была в шоке. Подбежала красивая кошечка, да, так мяукала жалобно. Понятное дело, что хотела есть. Возможно, хозяева или уехали, или оставили её одну там голодной. Но Уралочка у нас не соизволила угостить кошечку. Ну, самой бы хватило, да, скажем так, как говорит Уралочка. Самой бы хватило. Хлебушка, говорит, только могу дать. Да ты и хлебушка не дала. Ну, и сразу всё списала. Ой, хозяева, приедут якобы и покормят, они приезжают и всяко прочее. Уже лучше бы ты не показывала эту кошечку. Ну, честное слово. Ну, а я, ребят, буду заканчивать. Напишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, и, как всегда, напомню, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока.